МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Про образование в стране говорят о, очень много. В столице в сентябре нынешнего года для школьников свои двери открыли 103 общеобразовательных организаций. В столичной сфере образования общее количество обучающихся и работающих лиц составляет внушительную цифру, приближенную к Думу 100 тысячам человек. Комплектация к текущему учебному году ученических мест показывает переуплотнение школ в два раза. Столичный учебно-воспитательный комплекс номер 20 имени Гейдара Лиева. Меня зовут Аламкулова Ханакейза Комбековна. Я директор учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 20 имени Гейдара Лиева. Ну, на самом деле, самое первое счастье у меня было это поход в первый класс. Потому что я, как ни странно, очень ждала этого дня. Думала о том, что, вау, это уже взрослая жизнь. Я думаю, что я буду участвовать в интернациональных отношениях. Я говорю очень хорошо в английском. Мне многие предметы нравятся. Ну, учителя все условия делаю, чтобы успевали заниматься спортом и со школой. Школа хорошая. Ну, на самом деле, ну, школа, на самом деле, очень... Мне нравится очень это место, мне нравится сюда ходить. Общественность широко обсуждает нынешнее состояние отечественного образования. Государство хочет добиться заметного прогресса в подготовке образованного поколения и сильных профессионалов. Со времен независимости в этом году самый высокий показатель по строительству школ в стране. Главная цель школы – дать каждому учащемуся качественное образование, чтобы дети получили в школе то, что потом пригодится им в жизни. Когда учителя пересматривают свои позиции по отношению к ребенку, что не я давлею над ним, а ребенок вместе со мной обучается. Это единый союз, единая система взаимодействия между ребенком. И тогда и проектная деятельность, и повышение качества знаний, и успешность в реализации проектов, выполненными учащимися, будет на высоком уровне в нашей школе. Если мы сами внутренне меняемся, меняемся вместе с современным обществом, перестраиваемся тоже. Прежняя образовательная система не отвечает требованиям нынешнего поколения, отметил президент Садыр Джапаров. Если до этого придавали значение повышению зарплаты учителей и здания, то теперь будем придавать значение учебной программе и улучшению учебников. По словам президента, чтобы добиться амбициозных задач, которые страна оставит перед собой, нужно в разы повысить уровень образования молодежи. Основной задачей педагогического коллектива должно стать изменение подходов, методических подходов к проведению урока, где ребенок должен быть главным, не учитель, а ребенок должен стать главным. По мнению экспертов, результаты работы директоров и преподавателей нужно оценивать, исходя из результатов достижений учащихся. Помогать своими интересными моментами, и поэтому мне было очень интересно. Главной проблемой на сегодняшний день является качественный уровень обучения в наших школах, то есть содержание образования. Согласно Конституции, предоставление образования имеет два аспекта – доступность и качество. Если доступность всех уровней образования в Кыргызстане достаточно, то вопрос качества намного более сложный. Участие Кыргызстана в 2006 и 2009 годах в международном сравнительном исследовании оценки образовательных достижений обучающихся ПИЗа показало, что более 80% наших учащихся не достигли минимального уровня международного стандарта по чтению и пониманию математики и естественным наукам. Это и были основные факторы, влияющие на качество образования. Абсурдность системы состояла в том, что структура, концептуальные основы и содержание учебных программ были таковы, что они скорее препятствовали достижению учащихся. Налицо перегруженность в предметах и часах, а время, выделяемое на практические креативно интегрированные формы обучения, было слишком ограничено. Исследования показали, что личность и профессиональная квалификация учителя влияют на успеваемость учащегося сильнее, чем любой другой фактор. Эксперты утверждают, что любые усилия по проведению реформ будут напрасными, если не будут решаться вопросы квалификации учителей. На примере этой школы мы решились на показ тех изменений, которые коснулись системы школьного образования на примере работы статусных учебно-воспитательных заведений Бишкека. В нынешнем году в стране активно говорят о реформировании системы образования. Государство хочет добиться заметного прогресса в подготовке образованного поколения и сильных профессионалов. Главная цель реформ – дать шанс стать правовой базой для прогрессивных изменений. Министерство образования страны объявил конкурс среди общеобразовательных школ на звание лучшей школы. По условиям конкурса лучшей современной школой с лучшими выпускниками будет признана та школа, которая покажет освоение в своей педагогической практике универсальных компетенций или технологии soft skills. Незаменимых навыков, которые помогают не теряться в проблемных ситуациях и помогут найти эффективные пути в дальнейшей карьере. Проект soft skills – авторский проект американского ученого Пола Уитмара. От рождения человеку даются зачатки универсальных компетенций, такие как упорство, хорошая память, любопытство. Приобрести навыки soft skills в школе помогает доброжелательная среда. Ребенок усваивает линию поведения, учится гибкости, спокойствию и находить компромиссы. Кружки и секции для детей развивают все виды компетенций. В этом очень помогает проектная деятельность. Это охватывает все мягкие навыки, предметную интеграцию. Это помогает решить задачи успешного ученика, развитие успешной личности. Спорт развивает волевые компетенции. Командный спорт учит этих школьников работать в коллективе. Кстати, спортсмены, тренирующиеся на этом великолепном школьном футбольном поле, члены юношеской сборной Кыргызстана. Трудится, чтобы достичь какой-то один целый механизм, чтобы везение тоже должно быть. Ну, если не везет, то не везет. Но труд всегда бьет. 26 нас человек. Сейчас готовимся к турниру. К какому? К международному выезду в Сербию. С хорошими командами играть, сборными. Музыка развивает интеллектуальный рост. Особенно мне запомнился момент, когда мы выступали перед президентом нашей страны и перед президентом Азербайджана. Мы все пришли очень рано утром. Мы очень сильно волновались и готовились к этому дню. Но когда мы выступили, все было хорошо. Я была очень счастлива. Работа в рамках расширения универсальных навыков, заданных на развитие социальных, интеллектуальных и лидерских качеств учеников, методом самоизучения их возможностей, позволили педагогам из 20-й школы создать базу для развития социальных, лидерских и интеллектуальных компетенций своих учащихся. Образование должно стать общенациональной идеей, способной объединить все общество. Цель – добиться того, чтобы дети чувствовали себя в 21 веке уверенно, овладев знаниями и навыками высочайшего уровня, чтобы быть готовым к конкуренции в глобальном сообществе. В школьном образовании на первом месте должны стоять потребности и результаты учеников, ради которого и существует система. Умение правильно общаться, правильно говорить, даже не в плане письменной работы, так скажем, а даже устная правильная речь сразу может человеку помочь реализовать себя как профессионала. Необходимость введения системы измерения качества обучения учеников и измерения уровня квалификации учителей здесь сочли очень важным фактором. Для достижения результата в школе были созданы педагогический контроль за выполнением всеобуча, за формированием предметной компетенции учащихся. На доме отмечали 100 лет со дня рождения Челпутбая Тулебердиева. Это тоже выдающаяся наша киргизская земля. Четкая, налаженная педагогическая деятельность продолжает давать свои плоды, став главным направлением воспитания и развития свободной, талантливой, физически здоровой личности ученика, обогащенного надежными знаниями, готового к созидательной, трудовой деятельности. Нравственное личностно ориентированное воспитание в этой школе направлено на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных, духовных и физических свойств личности школьника. Требования к школе в обществе все время повышаются. Общество сегодня не согласно иметь среди множества школ слабые, которые не дают нужного качества образования, при этом школа сегодня сильнее зависит от окружающей ее социальной среды, чем может влиять на нее. Школа переходит на новые образовательные стандарты, при этом педагоги свою образовательную программу формируют самостоятельно. Школа существует небывалой информационной открытости. При явных союзниках и доброжелателях в ее адрес очень много критики. В нашей школе проводится очень много мероприятий, которые выявляют скрытые таланты у детей. Я очень рад, что наша администрация школы предоставляет такие возможности для выявления талантов. Фактором успеха при этом рассматривается именно личность учителя, носителя нравственных и духовных традиций этой вечной профессии. Учителя этой школы адаптировались к новым технологиям, овладели основами интеграции их в учебный процесс и используют их для повышения эффективности обучения. Электронные ресурсы, интерактивные доски, онлайн-курсы – все это стало неотъемлемой частью современного образования. Изменение окраски и в дальнейшем выпадение осадка. Эта реакция является необратимой. В задании нужно написать химическую реакцию, привести химическое уравнение, записать в ионном виде, в виде молекулярного, полного ионного и сокращенного уравнения. Здравствуйте, я ученик 11-го Б-класса Муратов Айдар. В прошлом году мы с командой работали над проектом по теме «Смог Бишкек» и «Наши решения». Мы разработали фильтр, помещенный на печь частного сектора. Суть его заключается в том, чтобы собирать сажу и очищать воздух. В новом крыле нового корпуса 20-й школы предусмотрены кабинеты для стим-образования, сделанные соответствующие подготовительные работы. Создана обязательная для успешной работы стим-образования актуальная предметно-пространственная среда. В школе уже проведен анализ готовности сотрудников данной деятельности в форме тестирования, анкетирования, психологических тренингов с последующим планированием и осуществлением работы по повышению квалификации, заинтересованности в инновационной деятельности, выработке стимулирующих факторов. Достижение качественных результатов в каждом учреждении образования зависит не от внешних факторов, а от умелой организации работы руководителя, администрации и учителя. На экране они отмечены красным цветом, красными точками. Согласны, что 8 вершин у параллелепипеда? Да. Вырезаете и потом видите линии сгиба. Пунктиром нанесена линия сгиба. В этой линии вы сгибаете и склеиваете. В 20-й школе учителя управляют качеством знаний, учат творческому мышлению, самоанализу и самореализации. Занимается формированием нового выпускника, независимого, конкурентноспособного, разносторонне развитого. Свидетельство нашим словам – современные ученики современной школы, которые умеют мыслить творчески, критически, логически. Они готовы в будущем построить эффективную карьеру и успешную жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok